Библейский портал экзегет.ру представляет Книга притчи, первая глава, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Книга притчи вообще очень своеобразная книга. С одной стороны, она очень похожа на пословицу, поговорки всех народов мира. Я довольно много занимался библейским переводом, помогал переводчикам на разные языки России, сопредельных стран. И когда речь заходит об этой книге, то почти всегда они говорят, ну, в нашем языке тоже много таких изречений, у нас очень похожие есть поговорки. Такая народная мудрость, как правильно жить. С другой стороны, эта книга очень не похожа на сборник пословиц и поговорок, хотя совпадают детали, но она устроена как-то по-другому. Пожалуй, самое интересное, что эта книга показывает нам происхождение библейских книг. Вот она начинается. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля». Это первый стих, но он же буквально заголовок всей книги. И в то же время, когда мы читаем ее, мы видим, что Соломон этой книги не писал. Там дальше будут слова двух мудрецов, Агура и Лемуила. Кроме того, там есть подзаголовок «Притчи Соломона, собранные людьми языки царя иудейского». Это потомок и преемник, но довольно далекий преемник царя Соломона. То есть, как если бы какие-нибудь произведения Ломоносова были собраны в наше время. То есть, не сам Ломоносов написал, а вот передавали из уст в уста и дошло до нас. Или там Карамзин. То есть, что у книги автор, собственно говоря, не Соломон, а некая традиция мудрецов, которые восходят к Соломону. И, кроме того, эта книга имеет цель. Вот, собственно говоря, что такое сборник пословиц и поговорок? Просто фиксация того, что есть. В народе говорят, и кто-то записывает, потом издает книгу, и это все становится литературным памятником. Но это просто для того, чтобы зафиксировать существующие пословицы и поговорки. А в этой книге цель немножко другая. «Притча Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Тем, кто хочет постичь мудрость и наставление, и понять суть разумных изречений». То есть, надо проникать в суть. Обычно цель фольклориста – собрать. Вот в народе говорят, поют, это все может потеряться, если не зафиксировать. Давайте мы издадим книгу, где это будет зафиксировано. А здесь нет, говорят-то говорят. А смысл – понять суть разумных изречений. У них есть какая-то суть, к этой сути надо пробиться сквозь какие-то внешние, может быть, признаки. Но этого мало. Усвоить правила благоразумия, праведности, справедливости и честности. Мало ли кто что говорит. Можно быть человеком очень таким бесчестным и при этом широко пользоваться пословицами и поговорками. Разве нет? Они все оправдают. Нет. Усвоить правила благоразумия, праведности, справедливости и честности. То есть, воспитать себя. Нет. Нет, не другого. Вот я сейчас воспитаю вас, и вы будете хорошими людьми, а себя воспитать. Вот зачем все это нужно, оказывается. Ну, а что это даст человеку? В чем его прибыль-то? Простодушным, чтобы добавить им соображения. И юношам ради знаний и прозорливости. Ну да, вот, собственно говоря, цель. Человек простодушный, юный. Он многого не знает. Вот это поможет ему ориентироваться в жизни. Да и мудрый, услышав, приумножит знания. И разумный человек найдет подсказку, как понимать иносказание и притча, и изречение мудрецов и их загадки. То есть, смотрите, притча. А что такое притча, кстати, еврейское слово машаль? Оно, ну так, традиционно переводится как притча. Это что-то, ну, скажем так, сравнивающее одно с другим, облекающее какую-то мысль в иносказательную форму. Русское слово притча предполагает в основном развернутую историю. Да? Там евангельские притчи, вышел, сеятель, сеять, и дальше всякие разные события. А здесь это может быть уподобление, сравнение. Человек, наблюдая за окружающим миром, за действиями других людей, за самим собой, он постоянно сравнивает, уподобляет, находит различия. Вот это и есть слово машаль. И здесь нужно это понять. Это загадка в каком-то смысле. То есть, мудрец не просто говорит, так, дети, ведите себя хорошо, не шалите, слушайтесь маму, папу, кушайте, что вам дают. Нет, совершенно не то. Мудрец говорит, вот смотрите, вот есть такое, а есть такое. И замолкает. А наша задача понять. Наша задача структурировать этот мир. Но структурировать его не по внешним только сходствам, а по какому-то внутреннему смыслу. Если так, то должен быть ключ. Не просто мало ли что, на что похоже. Знаете, эти детские загадки, что общего между, и называются два совершенно непохожих явления или предмета, и нужно найти, да? Обычно это игра слов. Нет, должен быть какой-то ключ, который позволяет понять вот мироустройство в целом. Господа боятся. Вот в чем начало познания. Кто презирает мудрость и наставление, глупец. Господа боятся. Ерад, Адунаи, страх Господень, как переводят более традиционные переводы. Что это значит? Ну, по-русски, я вот был среди переводчиков, которые работали над этим конкретным переводом. По-русски страх Господень очень часто вызывает какое-то отторжение. Ох, страх Господень, что-то такое ужасное. Поэтому мы решили перевести Господа бояться. Вот скорее передать действия. А что такое бояться Господа? Это само по себе загадка. Ну, Он велик, Он страшен. Сегодня не принято Его бояться. Сегодня принято говорить, Господь есть любовь, Он нас всех обнимет, утешит, даст нам то, чего нам надо. Может быть, это перекос в другую сторону. Для кого-то Господь – это, наоборот, такое страшное начало. Это такой злой воспитатель, который следит и за все наказывает. Но вот тоже, что такое страх Господень? Книга, в общем-то, об этом. Как человек живет в таком почтительном опасении пред Богом? Как к этому приблизиться? Вот с чего начать? И вот у нас появляется гипотетический читатель, такой предполагаемый, идеальный читатель этой книги. Это такой подросток, молодой парень, который склонен, во-первых, родителей ни во что не ставить. Всем нам это знакомый по собственному опыту и по опыту своих детей, у кого они есть и были подросткового возраста. И который в то же время себя украшает, да, там, серьгу в нос, какая-то татуировка, какая-то экзотическая одежда. А вот что может быть украшением наставления отца и материнский наказ. Не отвергай. Так, оказала бы традиционная мудрость, что говорит, немедленно делай, как тебе мать говорит, как отец тебе велел. Этого не сказано. А потому что книга притчи не просто сборник правил, делай так или будешь наказан, а это некоторое объяснение, как устроен мир. Вот давай начнем с того, чтобы ты выслушал родителей. Вот с подростками главная беда, что они не слушают. Они, может быть, даже слушаются, по крайней мере, внешне, притворно, да, чтобы от них отстали. Но не слушают. Начни с того, чтобы слушать. Причем начни слушать тех, кого подросток не склонен слушать вообще, да. Может быть, что-то из этого получится. Постепенное приближение. Ну и дальше, собственно, это такое развернутое заглавие. Чья это книга? Зачем? Кому она нужна? А с чего начинается? Сын мой, если поманят себя грешники, не ходи. Ну да, логично. Ну, какой же грех имеется в виду самым первым? Да, вот родители подростков подумали все. Они скажут, пойдем с нами, устроим засаду, убийство, подстережем невиновных. Мы, как шиолы, живьем поглотим, целиком, как покойников могилы, всякого богатства награбим, наполним свои дома добычей. Вместе с нами бросать будет жребий. Поровну разделим добычу. То есть, самый страшный грех – это разбой, который здесь упоминается. Казалось бы, это не те грехи, которые свойственны юности. Да, вот гораздо больше мы ждем, что молодые ребята, а здесь именно парни, да, то есть, девушки тоже. И книга заканчивается гимном добродетельной женщины. Но такой вот образцовый читатель – это все-таки парень. Мы думаем там про какие-то аморные приключения, там, не знаю, пьянство, лень. Все-таки в разбойнике мало кто идет прямо так сразу. Но, смотрите, вот в Библии грехи не просто идут таким длинным списком. Знаете, эти брошюры, там столько-то вопросов к исповеди, и там все подряд. А выделяется главное. И вот главное для юности – это не попасть в команду разбойников, которые своей крутизной хвалятся и уподобляются преисподней. Шеолу – мир и мертвых. Шеолу – древнееврейское название – мир и мертвых. Как смерть поглощает людей, так и они поглощают людей. А вместе с нами бросать будет жребий поровно разделим добычу. Имеется в виду, что мы награбим, и мы тебе дадим, как и себе, возьмем столько же. Но смысл-то в том, что твоя судьба будет нашей судьбой, и наша судьба будет твоей. И ты себя поставишь на место одного из нас, и это уже трудно переиграть обратно. Сын мой, с ними не ходи по дороге, на их путь вступить, остерегайся. Потому что бегут они к козлу и спешат к кровопролитию. Смысла нет раскидывать сеть наверху, на виду порхающих птиц. Так и грешники, подстерегая в засаде, погубят сами себя. Почему нельзя ходить с грешниками? Потому что это грех, это плохо. Не работает. Для подростков мало ли что. Смысла нет раскидывать сеть на виду порхающих птиц. Как птицелов в древности поступал. Кстати, до сих пор окольцовывают птиц, ловят их в сети. Как еще маленькую птичку поймаешь, не причинив ей вреда. В сеть ее каким-то образом загоняют или раскладывают. Если птица видит, как человек расставляет сеть, она не полетит в эту сеть. Причем здесь эти бандиты, они же устраивают какие-то свои засады не на виду у тех, кого они собираются грабить. Значит, есть тот, кто видит. Значит, мир – это вот такая большая площадка, на которой мы на глазах у какого-то зрителя все делаем. И ты прежде всего пойми, что это бесполезно пытаться его обмануть. Вот так очень конкретно и просто подводят к этой мысли – не будь бандитом. Так и грешники, подстерегая в засаде, погубят сами себя. Таков конец головореза, собственно, голову он сложит. То есть, смотрите, вот первое главное – парень не становись бандитом. Вот после этого можно начать о чем-то говорить. И о чем же говорится дальше? Ну и мы ждем, ой, как это все надоедает нам. Вот эти бесконечные наставления, да? Делай то, делай то, делай то, и юность бунтует против них. Премудрость на улице восклицает, на площадях возвышает голос. В шумной толпе взывает, у городских ворот держит речь. То есть, смотрите, не просто говорить этому парню «делай так», а показать ему, вот смотри, там идет какая-то очень красивая женщина, царица премудрость. Главная героиня этой книги. Мы, казалось бы, думаем, что премудрость – это такое собрание изречений, или это свойство ума. Вот некоторые люди, они мудрые люди. Вот то, что их объединяет, это и есть премудрость, да? Нет, премудрость как личность. Притом, поскольку книга обращена к парню, то эта премудрость – это прекрасная женщина, которая зовет за собой. Ха, как интересно. То есть, дело не в том, что можно, нельзя, да? Такой вечный вопрос, вот без конца эти вопросы батюшки. Можно, 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 нельзя, 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 да? Нет, не об этом. А за какой красотой ты последуешь? Вот, чтобы ты нашел некую важную, понятную для тебя цель в жизни. Вот, царица премудрость. И что же она говорит? В городской толпе, чтобы все слышали, не то, что где-то там вот есть, знаете, в отдаленных местах, там какая-то особая премудрость. Нет, это ко всем обращено, каждый может. Сколько можно простакам коснить в простоте, наглым наглость утешиться, глупцам ненавидеть знания. Вот, иногда жалел я, что нельзя в этом переводе использовать такие современные престаречки, типа, тупой. Ну, сколько можно тупить вообще, да? Вот, именно такое обращение к подросткам. Ну, хорош уже тупить. Да? Смотрите, она с таким вызовом даже им говорит. Не то, что вы плохие, вы там себя плохо ведете. Ну, никто этого не послушает. Ну, хорош тупить уже вообще. Обратите внимание, что тут происходит. Обернитесь на мой упрек, и залью на вас мой дух, и поведаю вам мое слово. То есть, у премудрости есть нечто ценное, да? То, зачем следует к ней обратиться. Я позвала, вы отвернулись. Протянул руку, но никто не замечает. Вы отвергли все мои советы и не приняли моих упреков. Это вечная проблема, да? Вот людям говоришь, говоришь, объясняешь, предостерегаешь, а все впустую. И все опять начинается. Что ж, и я над вашей бедой посмеюсь, поиздеваюсь, когда настигнет вас ужас. Как Боря придет к вам ужас, и беда, как ураган нагрянет, придавит вас гнет и бремя, тогда позовут меня и не отвечу, разыскивать будут и не найдут. Какая она злорадная. Премудрость это, да? Вам будет плохо, а я хи-хи-хи, порадуюсь, да? Не совсем. Это не об этом. Здесь два образа поведения, да? Либо человек принимает премудрость и начинает вот в этом как-то возрастать, либо он все отвергает, но когда подожмет, он, конечно, вспомнит, да? И завопит, о, премудрость, помоги мне. Но он не шел ее путем. У него нет навыка премудрости, у него нет опыта премудрости. А премудрость это не отмычка, которую схватил в какой-то момент, там, отверть дверь, которая тебе нужна, получил, что нужно, выбросил и пошел дальше развлекаться. Это не так работает, да? Поэтому и здесь тоже такой подростковый вызов. Вот вы меня отвергли, да? И я вас отвергну. Как Евангелие, кто постыдится меня в веки всем, того и отец мой постыдится, да? То есть не потому, что он отомстит и скажет, ха-ха-ха, вот ты плохой, я тебя сейчас накажу, а потому, что если нету этого внутреннего единства, то оно не возьмется ниоткуда в одну секунду, да? За то, что они возненавидели знания, отвергли страх Господень, не приняли мой совет, презрели все мои наставления. Вот они отказались. Вкусят они плоды своих дел, замыслами своими насытятся. То есть даже не я накажу, говорит она, а вы получите то, к чему вы стремились. Ваши собственные дела вас накажут. Потому что простаков погубит свои нравия, глупцов подведет их в беспечность, а кто слушает меня, будет жить спокойно, не страшаясь никакой беды. Вот она с самого начала просто говорит, ребят, со мной хорошо, вот дружите со мной, и у вас все получится. Наверное, ровно то, что нужно сказать подросткам, и то, что их привлекает, вот говорят, нужны значимые взрослые для подростка, да? Родители никуда не годятся, уже испортились окончательно. А есть какой-то взрослый, которого они слушают, очень хорошо, когда находится такой значимый взрослый. И вот здесь этот значимый взрослый, это премудрость, кто она вообще такая. Вообще-то вся книга будет посвящена на ответу на этот вопрос. Редактор субтитров А.Семкин